Внимание! Одно из основополагающих работ в саду посадка. Когда-то рассказал один раз, сейчас мне приходится еще раз, так как исчез канал, который называется И слава Богу, хруднение, нервы не мотает. Потому что глупее там их приемы, я еще в жизни не встречал нигде и никогда. Такое впечатление специальных выдумывает, чтобы меня в могилу свести. Шутка. Итак, посадка по железу. На дальнем плане вы видите свежевыкопанная яма для отходов бытовых. Вот куча земли. А туда в течение секунд вот 20 секунд была привезена телеска, высыпана. В течение 10 секунд, тут недалеко, питомник справа, метров 20, был выкопан этот саженец. Привитый. В течение нескольких секунд я сделал ему обрезку и замазал. Счет на секунду идет. Выкопал ямку, посадил и вот он. Вылил одну эту. Все. Больше я к нему не подходил. Это есть сад, который я называю селекционный. Не ученые селекционные сады, которые надо посадить, сделать ему искусственный штамп, снизить морозостойкость, снизить иммунитет, насадить на него тысячи насекомых, врага этому, а потом называть это массовая гибель, массовые потери, массовые убытки. Вот. И все это вот это без всего этого, то есть они ухаживают за селекционными деревьями, а получают еще хуже, еще быстрее его не сажают. А здесь сразу парил, забыл. Внимание, проходит два года. Приглядите, чтобы не было этого. Не подумали, что это подставка, что это подтасовка. Видите? Ландшафт. Видите? Внимание. Вот она. Теперь чуть другой ракурс. Посмотрите его высоту. Это я стою рядом, ищу руку полностью. Поднимаю. Это за два года. Фактически он стал такой высоты за год и пять или шесть месяцев. Зимой он уже не рост. Так и. Вот. Теперь я его слово. А это ценный кадр. Поэтому вот она уже, секатор ждет. Это обрезка. А на страну становится матовсем дерево. То есть вот здесь, где, например, уровень секатора, эти ветки будут отрезаны, и начнут новую жизнь. А он только будет попушнее, и в следующий раз у него будет не четыре-пять веток, а допустим, будет у него двадцать веток, пятнадцать. Вот. Но главное-то, вот он растет. Ну, холм изгладился, не без этого. Вот. Но, тем не менее, я же не подходил и не выкапывал вот это вот. Не выкапывал, друзья. Вот так и есть. Стоило начать оттаивать снегу. И у меня корневая шейка свободная, там холм, просто его не видно. Вот он. Вся посадка заняла полминуты. А человеку нужно, а, еще покажу. Вот потом. Вот что я хотел показать. Сейчас скажу. А, вот это большая, абсолютно ненужная, раз, вредная, два, затратная, три. Вот. Даже не бесполезная, а вредная работа. Я вам показал свой саженец. А здесь что? Посадка в углубление. Здесь напичкана все, что это. Там, у нее, там было несколько ингредиентов, доломитовая мука, еще что-то. Все это он долго рассказывал, все это запахал. Она считает, что так деревья садят. Она не знает понятия, где корневая шейка. Она не знает, что такое пометить саженец там с южной стороны или с северной. Пометить, чтобы не перепутать, где юг, север. До посадки и после посадки. Где корневая шейка? Она ни за что не сделает обрезку. Вот это все будет, ей кажется, налила воды и все, она кормит это дерево. Нет. Вообще, на будущее, запомните, я вот даме обращаюсь, если вдруг увидел. Я вас уважаю, вы работяга, вы трудяга. Ну, вы человек из того мира, где, ну, остановились и дальше не развивайте. В следующий раз обрежете сильную обрезку, чтобы прижилось. Так? И по этим памятникам. И никогда больше с листьями садить не будете. Вот это я хотел сказать. А вот то, что вот здесь в этой яме, я пишу, это клоака. Гнилостные процессы в столбнях. Всегда сравните с собой. И вы, когда у вас рано на руке, уважаемая дама, я с вами по-доброму, вы просто этого можете не знать. Ну, еще раз, вы из другого мира. В основном силе вы такая есть, вы ничем не виноваты. Вы, когда пораните руку, вы ее будете мыть чистейшей, стерильной водой. Я ничего не напутал. И вдруг вам авторитет какой-нибудь такие попадается, говорит, пальцы течет кровь. Он говорит, вот видите, вот туда, и поглубже, выхвату яму. И держите, 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 и рано заживет. А почему я сравниваю с рукой? Вот через этот человек у него будет столбняк, правильно? Могут и руку отнять. Помню, в школе нам почему-то все время это говорили, что отец Маяковского умер от укола иголки. Просто вот иголка, вот укол, и все, и он взял и умер. Так вот, это я, то, что она сделала для корней. Я, корни изуродованные, можете сомневаться, нет двухметровой саженицы. Вот. Это Клоака. На всю остальную жизнь вы будете садить, когда, я надеюсь, продолжать уже по-новому. Вам кто-то сценарий рисует, а от сценария отходить нельзя. Я, Фелизов, рассказываю, как анекдот. Самое первое посещение меня, у меня уже вот такие сливы были под, знаете, все, что первое заплодносило, это был шок. Этого не могло быть. Ткнул, они должны быть 30 граммовые, а не 80 граммов. Это должно быть 50 граммов, 100 граммов. Я ничего понять не могу. Ну, правда, первый рожай это еще мало когда. Но все равно превосходит все размеры, все это. Бах, телевидение приезжает. А у меня был общезнакомый, я потом как-то расскажу о нем отдельно. потому что конь сейчас чуть ли не врагами. Заплодносили у него, а он дружил с ведущей этого телеканала. Не буду говорить какого. Просто цепочка пошла. Он сказал, вы железу уезжайте, там у меня такое. А то, что он у меня насадил, он потом своими руками еще изуродовал. Боисаженцы. Но приезжает впервые. Это не шутки, это серьезно говорю, это было. Познакомьтесь, а я сейчас ко мне железом, это сейчас, я потом пальцы гнул, по запросу сегодня отказался принимать телевидение. Я говорю, все, я в саду ничего не делаю. Я не знаю, что я буду с вами говорить. Ну как, как? Вот тот момент, а потом уже последний год они уже, я уже умолял, уже не сказали, никогда не приеду. Поняли, да? Мани-мани. Вот. Но тот момент еще, а когда-то 20 лет назад впервые я такой счастливый, я думаю, я приготовил это, я расскажу вот, примерно, как вы видите, что это вот простые приемы, посадка на южный склон, посадка на это. Все, вот то, что я сейчас вам рассказываю. Первое. Здрасте, здрасте, я говорю, вот бумажка читайте. А что это? Сценарий. Какой сценарий? Это же я вам рассказываю. Не, читайте. А там вот это. Сейчас. Пусть я разговариваю, но я имею на это право, потому что это и есть сама жизнь, понимаете? Это и есть сама жизнь. Вот что я должен был рассказать. Выкопать яму, сделать бортики. Прямо они взяли, передали инструкцию. им покер. Они не знают, кто такой железо. Им кажется, что если сделать вот так по стандарту, у них вот это будет. А как оно будет? Оно же сгниет. Я по Савиногорску видел сотни, если не тысячи мертвых деревьев. Вот из-за такой посадки. Ненавижу посадку. Уважаю вот таких женщин-трудяк. Но если бы они были способны учиться. Вспомните этих. Они же не стали учиться, эти самые. Не феи. Я их... Я же этих феи живу... Как... Я Путину посылал эти диски. Я говорю, посмотрите, там целые фильмы. Что они творят? Они же учат убивать деревья. В прямом смысле. Я потом покажу кое-что. Чтобы не быть... А уже, наверное, в следующий раз покажу. И туда посылал. Прямо телеканал ему говорит. Ну, думаю, кто-то же посмотрит, схватит. Господи, что мы натворили? Мы же миллионы людей научили деревья калечить. Именно в прямом смысле уничтожать. Нет, тишина. Вдруг однажды у меня на экране исчезает этот телеканал Бобер. Полярец телеканал Усадьба. Наша песня хороша. Начинает с начала. Откуда ей знать, что надо брать стерильную землю? Стерильную. Потому что корни изувечены. На них сплошные раны. А ее коллега здесь же буквально два дня назад взял саженец и давай лишние ветки корни отрезать. Я почему обращаюсь к Кондачеву? Ну, дружище, ведь мы столько фирмы сняли. Ведь приехал же ко мне. Ведь ходил по саду. Это же урожай. Повезло же было в этот год. Такое невиданное урожай. И все это. Персики ломились. А, вот он, дружище. Все еще надеюсь. Вот эта женщина. Кстати, вот он, Владислав Кундасев или Кундасев. Вот я не могу что-то запомнить. Вот эта женщина стоит возле мертвого Персика. Ой, Априкоса. Это Бай. Это мой, это, Константин из Перезяи. Вот я приехал, сфотографировал, он у вас уже умер. Это пресмертный урожай. Не может быть. Ну, не может, не может. Вот. Вот он. Ну, неужели это самое, мы, я, Железов, есть и съемки в моем саду. Я ожидаю урожай хороший. Опять тех же, абрикосов, персиков. Вот. Неужели мои ученики не заслужили, чтобы всю Россию учить? Ведь она же посадила. А еще люди не понимают, что. Она посадила, допустим, яблоню. Они очень живучие. Она, прежде чем умереть, еще долго помочь. Может, даже несколько урожаем даст. Но не долго не живут. Я вам показывал, что все ее предшественники, феи, они все работали с полумертвыми деревьями. Страшными, изувечными имиджами. А абрикос-то так не живет. А чем же он видит посадку? Ему все равно. Он хоть абрикос, хоть сливу, персик, черешек, все равно посадит в эту яму. Вот. А это железо в Сергею. А как нам с наукой дружить? Ведь сразу, как только они знали про нас, если меня критиковать за то, что у меня дорогие косточки, купить, вырасти дерево, а шансы видели какие? Фотографии видели. У них, наверное, 100% схожесть получилась у того человека. Фотографии выше, да? Только что зря в квартире. Вот. Это 25 рублей будущее дерево, которое когда-то даст 100-200 бедер. А это разве дорого? Нет? Чувствую человек, что не туда заехал. Ну, надо как-то злобу это самое. А у вашего сына взгляд такой злобный, как он лопатой готов убить. Ну-ка. А я показывал потом его снимки еще. Не извинилась. С ребенком на руках. Ну, что? Испугалась? А он даже не знает, что на свете существуют эти самые. Вот он из другого мира. Он получил диплом агронома. Вот. И на кран сел. Нужны такие. А вот если бы Кундасев или Кундасев еще бы церковь снял да еще с его участием, он бы научил. Вот так же бы взял бы. Впереди пересадка. А еще нам тут окошечко нашел, тут саженец посажу. Да он точно так же посадит и вся Россия увидит. Не вот это долго, нудно, опасно для дерева. Вот. А вот это. А? Вячеслав. Всю Россию можем научить. Вот это тех, которые это самое привиделся в злобный взгляд. Лопатой готов убить. А это мертвое дерево. Она его замульчировала. Сейчас мы заканчиваем. Ну что, с чем он уехал? Догадайтесь с одного раза, с чем он уехал от меня. Ну, надеюсь, память-то осталась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!